Мы разомнемся на небольшой такой новости, которая у нас из разряда перментация страха. То есть эту новость можете сбросить всем, кто только-только начал сокращать углеводы, больше стал есть мясо, перестал бояться яиц, сливочного масла. Если этот человек вам не нравится, он, например, ваш брак или вы не желаете ему добра, то вот эту новость, которую я сейчас покажу, ему обязательно покажите, скиньте, пусть посмотрит. Итак, переходим на там, где я это буду демонстрировать. И это у нас здесь. Свежее исследование в британском медицинском журнале. То есть, как видите British Medical Journal. Заголовок я вам сейчас зачитаю. Он называется «Растительные диеты и вегетарианские диеты, включенные с рыбой по отношению к тяжести китайской коронавирусной инфекции 2019 года». Популяционное исследование на основании данных из шести стран. Что сделали здесь у нас британские ученые? Да, это тот как раз-таки смешной анекдот из разряда «Британские ученые установили и дальше начинается какая-то ржака». В этот раз, конечно же, опять это то самое, ради чего мы здесь собрались чисто поржать. Значит, что у нас здесь есть? Что они сделали? Они взяли несколько тысяч человек, которые являются кем? Медицинскими работниками. И попросили их пройти через опросник в интернете. И в этом опроснике они уточняли, был ли у них случай коронавируса, насколько он был тяжелый и как эти люди питались на фоне этой китайской коронавирусной инфекции, с которой получили их. Получается, по результатам этого исследования оказалось, что те, кто следовали вегетарианским и вегетарианским диетам с рыбой, эти люди имели на 73,59% меньше риска заболеть китайским коронавирусом и перенести его тем более тяжело. С другой стороны, те, кто вопросники указали, что следовали низкоуглеводным высокобелковым диетам, имели намного больший риск развития средней и тяжелой степени тяжести вот этой китайской коронавирусной инфекции. Вот так вот. То есть получается у нас очередное подтверждение, что от мяса надо отказываться в пользу овощей, белок животное это зло и нужно скорее скорее делать как можно больше этих китайских зеленых всяких смузиков из овощей, фруктики туда добавить, всякие полезные крупы и так далее. Отличное в принципе исследование для того, чтобы создать несколько громких заголовков в каком-нибудь там вегетарианском блоге и опять всех пугать ходить, что вот вегетарианство это гораздо безопаснее, чем какое-нибудь там смешанное питание или мясоедение. Потому что смотрите те кто вегетарианцы они лучше переживают этот китайский коронавирус. Но конечно же мы с вами уже тертые калачи и такие исследования видели не раз на моем канале. Поэтому почему мы можем смело не брать его вообще во внимание? Ну пункт первый, потому что оно не устанавливает причинно-следственная связь. То есть это исследование основано на том, что людей опросили через интернет, чтобы они заполнили анкету, в которой указали как они питались за прошедшее время, пока шла вот эта ситуация с китайским коронавирусом. Они должны были установить какая диета и на основании того, что вспомнили люди. Они сделали вот такие выводы. То есть можно ли до конца довериться этим данным? Конечно же нет. Потому что все люди субъективны. Они склонны переоценивать или недооценивать то, что делают. Поэтому это не устанавливает причинно-следственную связь. Дальше. Мы с вами уже в одном из стримов говорили, что когда человек в интернете ищет информацию о здоровом образе жизни, у каждого в жизни происходит такая сумасбродная идея, почему бы мне не начать питаться там правильно, больше упражняться, двигаться, бросить вредные привычки и так далее. Когда средний такой человек находит информацию в интернете, какого характера статьи ему, как правило, выбрасывают поисковики? Ну конечно, что нужно больше двигаться, никто против этого ничего не имеет, что нужно не курить, не употреблять алкоголь и другие вещества. И по питанию чаще всего появляется такой совет, что лучше вам поменьше есть мясо, поменьше жирной животной пищи и побольше есть овощей, фруктов, круп, орехов и прочего этого растительного сырья, потому что оно не несет в себе холестерина, якобы не вызывает всеречно-судистые заболевания и не убивает планету и не вызывает рак и не гнет вас в кишечнике и так далее, и так далее, и так далее. То есть средний человек, когда получает совет о здоровом образе жизни, он чаще всего попадает на вегетарианскую сторону. И тут получается такая история. Если вчера человек вел отвратительный образ жизни, бухал, курил, плохо спал, питался чем попало, все подряд, и рафинированные углеводы, и какие-нибудь колбасы не самого лучшего качества, и не самые лучшие гамбургеры, там макдональдс и так далее, сегодня он переходит и начинает больше двигаться, пробежки, например, или упражняться в тренажном зале, йогой заниматься, еще чем угодно, бросает курить, бросает пить. И питание, в принципе, не становится чище, за счет того, что он отказался от промышленной пищи в пользу хотя бы вот такой цельной растительной пищи. Получается, что вместе с привычкой есть ближе к вегетарианскому рациону, человек адаптировал на себя еще несколько таких модификаций образа жизни, которые дают более лучшее качество здоровья и жизни. Понимаете, да? То есть они не только вот эти люди, скорее всего, которые там в этом вопросе участвовали, они не только вегетарианили или были на вот этом песко-вегетарианстве. Песко-вегетарианство – это когда рыба включена в вегетарианский рацион. Они, скорее всего, бросили все остальные привычки еще, упражнялись, занимались и, в принципе, вели более здоровый образ жизни. И поэтому у них в среднем больше привычек, приводящих к лучшему, более легкому течению вот этой китайской коронавирусной инфекции, чем у тех, кто не отказывался от мяса. А даже в одном из стримов, которому уже, наверное, будет скоро год, который называется «Вред красного мяса», типа мясо рак, гнезд, кишечники, в одном из них стримов, в нем я вам показал, что до того дошла сумасшедшая пропаганда, что они приравняли мясо по вреде на здоровье к алкоголю. Посмотрите один из прошлогодних стримов, он был осенью, там как раз об этом объясняется. Та же самая ситуация. Скорее всего, те, кто питались ближе в сторону мясоедения, они особо не занимались, продолжали употреблять алкоголь, которые продолжали курить и продолжали поддерживать все те вредные привычки, которые не делают человека здоровее и предрасполагают к более тяжелому течению этой китайской коронавирусной инфекции. Более того, это исследование было взято, люди для этого исследования были взяты из популяции самых промытоголовых людей. Что значит самых промытоголовых? Это было среди медицинских работников из Франции, Германии, Италии, Испании, Соединенного Королевства и США. А у нас, если мы вплотную работаем по рекомендациям ВОЗ, у нас с самого чуть ли не деться, с пеленок, со студенческой скамьи обучают, что мясо вызывает рак, животные жиры вызывают инфаркт, и поэтому гораздо проще убедить врача в том, что это все такое вредное, чем какого-нибудь простого человека, который никогда по этому поводу не интересовался информацией. Поэтому вот это исследование, которое вы сейчас увидели, оно показывает нам, состряпано оно на коленке, буквально вот быстренько-быстренько, ради хайпа, ради информации какой-то. Понимаете, это просто как такой вес, что чем больше просто спамят таким исследованием, тем больше у людей закрадывается поверье, они больше уверены, что это становится правдой. То есть ложь, которую тысячу раз вы произнесете, она в один прекрасный момент может стать правдой для тех, кому вы это говорите. То есть это продолжение пропаганды промывают мозги. Поэтому в это исследование, конечно же, уважая свое время, вы верить не должны. Ссылка, конечно же, на экране. Вы можете пройти его, почитать, посмотреть. Я вас ни в чем не смею разубеждать, но я уже за вас его посмотрел, сделал свои выводы. Доверяйте вы мне или нет, но я вот вам высказал, что я думаю по этому поводу. Очередной спам, за который люди получили деньги, распилили какие-то гранты. Абсолютно бесполезная вот эта вот писанина. Потому что она не устанавливает причина-следственную связь. Понимаете? И из этого можно трактовать как хочешь. Тем более они не раскрывают, всегда же в исследованиях не раскрывается до конца, как они действовали. Какие использовали там методы и так далее. Поэтому я, если честно, списываю это на очередную пропаганду. Тем более, что это даже больше вреда от того, потому что считается официальная позиция, что при вот этой китайской коронавирусной инфекции ни одно питание не может способствовать выздоровлению. Так что они, по идее, нарушают даже рекомендации ВОЗ вот этой пропаганды. Однако, мы с вами уже не раз изучали эту тему. И мой канал уже не один раз банили за видео про китайский коронавирус. Я вам, ну, рискну еще раз показать просто, что при некоторых видах питания у вас есть чуть больше шансов перенести легко или почти не заболеть и вообще выжить, короче. Это вот мой сайт. И на моем сайте нас интересует вот эта вкладочка коронавирус. Вот и здесь, пожалуйста, четыре статьи, в которых указана разная информация и советы и профилактика. Но здесь вот самая последняя, которая, она у меня от ноября до 2020 года. В ней я рассматриваю основные факторы риска по вот этому китайскому вирусу. И самое главное, что мы что мы выносим всегда из информации про тяжесть, заболеваемость и смертность о китайском коронавирусе. Это тот факт, что чем выше сахар кровь, тем выше репликация размножения вируса в тканях человека, тем выше вирусная нагрузка, тем выше заболеваемость, частота тяжелого, течение и смертность. Все, про сессию я больше не смею даже вам говорить. Сами догадайтесь, на каком питании проще поддерживать невысокий сахар крови. Это не является призывом к какому-то лечебному совету, не является призывом к действию. Пожалуйста, проверьте это с своим лечащим врачом. Я больше про вирус говорить ничего не буду. Еще раз забанят, но сейчас вроде ничего такого не сказал, поэтому все должно быть нормально. огромное слово, спасибо, и я вам покажу, что это не такое. Продолжение следует...